Всем доброе утро! Сегодня мы спали вот в таком месте называется кафе у Ашота За номер заплатили за 4 человек около 1500 или 1700 рублей Душ, туалет Сейчас покушаем и двигаем до Челябин Доброе утро! Да, до 300 км, где-то примерно с копеечками до Челябин Напоминаю, что одним из партнеров нашей экспедиции является компания Stanley Когда-то давным-давно я очень хотел себе такие всякие девайсы от Stanley термосы, фляги, все что есть после того, как купил первый термос И вот мы теперь вот с такими вот крутыми штучками Мы по-прежнему в дороге пересекаем Уральские горы Посмотрите, какая красота Как приятно ехать в такой красотище Одна из самых основных проблем, которая есть Вот как раз здесь на дороге через Уральские горы это однополосное движение в каждом направлении что создает определенные проблемы Извилистая дорога горная подъем-спуск и тихоидущие фуры создают вот такой дискомфорт Еще одна проблема вот на этих дорогах это огромнейшее количество сотрудников ДПС Они просто, по-моему, каждые 10 километров стоят и стреляют и влево, и вправо радарами и очень много народу останавливает Поэтому, если поедете от Уфы до Челябинска то обзаведитесь радаром и соблюдайте правила дорожного движения гаишников на этом участке почвы Да, вот так вот это примеры того что здесь нужно быть внимательным и не расслабляться К вопросу о том, почему мы так долго едем Мы останавливаемся на всех красивых местах чтобы сделать красивые фотографии Я давно мечтал сделать фотографию вот на фоне вот таких вот спиленных деревьев Мне кажется, это очень круто И как всегда, в тот момент, когда ты останавливаешься вдоль дороги приходят собаки-попрошайки мы всегда их подкормим А в этот раз к нам пришла собака-лиса Смотрите, какая Ну все, давай, давай 1, 2, 3 1, 2, 3 В общем, ехали Мы ехали по федеральной трассе в сторону Челябинска и думаете, что мы встретили указатель который указывает что вот где-то здесь проходит граница туда на Азию туда А если ехать из Челябинска то оттуда, ребята в ту сторону откуда мы сейчас с вами едем там Европа так вот Европа нам не так интересна, как Азия поэтому что? поэтому мы едем в Азию все, как говорится, на запад а мы, друзья, на восток это наш девиз Влад Кравт приехали в Челябинск а тут вот сразу суровые будни просто чувак прилег и молодец вот гражданин его будет мы приехали в Челябинск где живут суровые мужики но еще раз напомню, что здесь живут и наши друзья вот Женя Шаталов и один из них ну мы вообще не пьем у нас в экспедиции как бы Антоша один до старта до старта мы его распечатали и выбирает выбирай да я не буду я выбирать это я удачно зашел есть чачи есть я думаю, наверное, какой-то типа чачи да, что-то такое можно сделать чача-пати это наш вариант а если задержаться, то будет чача-чача-пати Влад на секундочку буквально держит, может быть, 10 секунд эти палочки в руках может, виртуозно играет на глюкофоне это вот я выменял у ненца это настоящий ненецкий? да, да он прям себя снял причем здесь как якутский нож а, вообще, конечно, он в крови он в крови вот там же эти волосы оленя то есть это вот настоящая такая музейная причем это, наверное, из чего-то такого, да, сделано? ну, непонятно, там напильник, может, да, какой-нибудь ну, наверное, да поедем сюда, по верху и, соответственно, вот так поедем сюда, по верху и, соответственно, вот так путешественники начали в путешествиях, а закончили а в высоком, а в духовном уже говорим о том, как пройти вокруг Кайласа чем лучше идти? стандартным тибетским способом или все-таки обычным в Тору пройти кишочком так что вот такие вот посиделки А, Ваня, везли проблемы любые проблемы до Новосибирска да и после Новосибирска да и после Новосибирска удачи пока спасибо Жене, большое спасибо мы зарядились энергией самое главное, опять нормально поспали в нормальных условиях хотя мы думали, что все эти ночи будем спать в наших палатках на улице тем временем холодает температура опустилась уже до 10 градусов чувствую, что наши пляжные шортики уже надо бы переодеть на хотя бы бриджики какие-то в общем, движемся дальше сегодня у нас Омск, а может быть и Новосибирск и завтра должны быть вечером уже в Крестноярске погнали! во встречах с друзьями есть, конечно, свои огромнейшие плюсы но в долгих встречах есть свои минусы поспали мы всего где-то часа четыре поэтому сейчас едем как сонные мухи ребята уже успели по чуть-чуть покемарить и примерно где-то через часик, наверное, может через два уступлю руль кому-то и сам тоже с удовольствием подрыгну мы остановились недалеко от дороги вот на таком замечательном поле где собраны стога, небольшие стожки сена и делаем сейчас несколько фотографий потому что проезжать такую красоту просто невозможно несмотря на то, что у нас сейчас просто тупо перегон из Москвы в Красноярск сейчас делаем несколько кадров доснимаем нашу фотосессию потому что у нас есть партнеры наши любимые этот Fox один из наших самых любимых партнеров как и Toyota поэтому снимаем для них итак, наш оператор Влад тоже в кадре наконец-то, наконец-то не он снимает, а его снимают давай, давай, стань модели вот теперь сделай пару шагов вперед не, не, стой, Антон, пусть он на тебя подойдет что ты идешь, как будто тебя ветром сдувает иди, ну, пройди просто ровно ровно да, просто ровно пройди так, ну, по-брутальному ну, вообще, конечно, ты брутальный научи, давай йоу не только давай ты брутальный давай, давай, смотри смотри, смотри нормально, да, мы время проводим давай так и было, да? да, реально Тож, ну что, как там фотографии? нормально Нормально. Есть из чего выбрать? Да, вот сейчас выбираю. Ты ездишь в Владивосток? Владивосток в Москву. В Москве. И ты веришь домой? В Москве, в Европе. Скоттран. Лондон, Скоттран. В Москве. В Москве. Ты в Лондоне? Лондон, Скоттран. В Европе. Круатия. Италия. В Москве. В Москве. В Москве. В Москве. Вот так вот. Мы думали из Китая. Да? Коннект? Ютуб-чанел. Окей, нет проблем. Google Translate. Это моя девушка. Это я. И это путешествие в мире. В Арктике, в Европе, в Азии. В России. Смотрим за время. Спасибо. 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 Это огромное багажо? Нет. Нет. Да, окей. Ну все. Кто бросает вещи, где попало, а он в России забылся. Окей, спасибо. До свидания. До свидания. В России так вещи бросать нельзя. Ты ключи не забрал? Нельзя бросать. В России вещи здесь бросать нельзя. Так, ну что. Подведем итоги того, что сейчас было. В общем, мы когда ехали по дороге, обогнали мотоцикл. И думали, что это европеец либо китаец. Оказалось, что это японец. Причем мы это поняли только после того, как он с нами заговорил и сказал, что он из Японии. Он из городка между Токио и Осакой. Проехал всю Россию, был в Европе, доехал до Англии. Сейчас едет уже назад. Говорит, очень у вас холодно. Поэтому из Красноярска будет отправлять машину до Благовещенской. Вот мы это долго выясняли. Мотоцикл? Да, да. На мотоцикле, да. Пардон. Он едет на мотоцикле. Мы это долго выясняли, куда он что хочет отправить, кому ему что нужно сделать. В общем, оказывается, ему помощь никак не нужна. Он просто поделился с нами информацией. И по итогу он остается здесь ночевать. Вот такие вот дела. Еще один японец. У меня просьба огромная будет. Где-то до Новосибирска я еду. Ну ты здесь живешь? Нет, на покупку просто подбираюсь. А что ты здесь делаешь? Да ну как пытаюсь добраться. А в Новосибирске что делаешь? Там живу. А документы есть какие-то? Вообще. Просто выручить. Пожалуйста. Да хоть рублей 70. Я хоть тарелку супа куплю. Много не надо. Пойдем. Пойдем. Да, да. Пойдем. Деньги не надо. Просто есть охота очень. Спасибо вам, Макро. Только не бухай. Я знаю что. Ну как нет. Так хватит уже. Что-то я лиханул. Да. Иди покушай. Спасибо вам огромное. Давай. Береги себя. Спасибо. Вам удачи. Давай хорошо. Ну забухает 250 процентов. Ну я думаю может что-то съесть. Сейчас посмотрим. Если пойдет туда уж. Потому что не буду я там проверять его. Ну пошел туда. Я надеюсь что все-таки действительно пойдет кушать. Но он действительно весь его трясет. Там наверное и на выходах. И на выходах как говорится. И просто от холода. Потому что очень на улице. Морозно и слякотно. Поэтому ну что. Русские своих не бросают. Да. Сейчас покажу байк. Япошки. Хорошая димашка. Да нет. Ему на самом деле на нем не очень удобно ехать. Потому что он в такой позе вообще едет. Ну да. Но байк кстати прикольный. BMW у него. Вот. Настоящий японец едет на BMW. На самом деле все очень круто. И очень знакомо. Мы на японской машине встретили японца. Это о чем говорит? Это говорит о том что вся наша экспедиция пройдет вот в таком вот позитивном и мажорном ключе. Поэтому едем дальше. Впереди у нас дорога на Омск. Погнали ребята. Хорошо. Идем дальше. Идем дальше. Короче. Немного не доехали до Омска. Каких-то 180 км. Остановились в очередном отеле. Вот такой номер стоит 1800 рублей на троих. Номер практически с бассейном. Смотрите, вот тут вот здесь водичка, то есть можно сразу помыть ноги перед тем, как заходить. Офига. Да, я уже помыру. Останавливаемся в таких шикарных условиях, потому что это реально шикарные условия, потому что после Красноярска, начиная с Монголии, будем жить в палатках. А пока кайфуем, вот практически, ну, в двухзвездочных апартаментах это точно. Это тот самый японец, которому мы помогали. Он остановился в отеле где-то примерно за 200 километров, откуда мы потом уехали. Ну, он, наверное, выехал в 8 или в 9 утра, а мы выехали в 12 дня, поэтому вот встретились с ним перед самым отпуском. Вот такой тесный мир. По отношению к мотопутешественникам мы, конечно, едем в суперкомфортных условиях, потому что там в грузаке просто, как, не знаю, в 5-звездочном номере какой-нибудь турецкий гостиницы у нас все есть. У нас даже есть холодильник, который реально морозит, и мы можем там хранить в нем молочку и пить прохладные напитки, но самое главное, нам не дует холодный ветер в лицо, и когда идет дождь, мы абсолютно сухие. В общем, пока мы остановились у заправочки заправиться попить кофейку и загрузить фотографии, потому что пока есть интернет, вот, пользуясь случаем, социальные сети, в этот момент подъехали ребята, которые по ходу дела участвуют в гонках, которые называются что-то Mongol Rally. Это, по-моему, отмороженные монгольские гонки. Кто знает, что это за гонки, в которых участвуют ребята, напишите в комментариях, интересно посмотреть, и интересно будет там глянуть, что это. Когда едешь по трассе, и становится немножко скучно, то развеселиться помогают местные дальнобойщики. Читаем. Улыбка сына и дочери дороже каждого из вас. Ну ладно, окей, допустим. Мы не мечта гламурных дур, мы шофера огромных фур. Песня, строчки из песни. И топи баню, тиськи мой, еду, милая, домой. Ну как-то странно, хотя у каждого свои тараканы в голове. Мы тоже вон машину наклейками облепляем и ездим по миру путешествия. Тоже, наверное, многие думают, что не совсем здоровые. Ну и самая главная информация для тех, кто собирается путешествовать по России и хочет проехать ее с запада на восток или с востока на запад, могу сказать, что дороги за последнее время просто изменились в корне. Практически везде идут ремонты дорог. Дорога в идеальном состоянии на 95-99%. Ехать по ней одно удовольствие. Поэтому поговорка, что в России дураки и дороги, наверное, уже не совсем актуальна. По крайней мере, по второму пункту это точно. Поэтому путешествуйте. Сейчас в России это делать гораздо комфортнее, чем даже пару лет назад. А уж тем более лет 10 или 15 назад это действительно был экстрим. Мы в экспедиции не стираем, мы проветриваем. Новый способ, как постирать вонючие носки. Причем в зависимости от региона у вас будет разный кондиционер. Где-то Алтайский лугак. Сейчас вот у нас Новосибирские степи. Новосибирские поля даже, наверное, скорее. Поэтому вот в Арктике мы обтирались влажными салфетками. Здесь большая скорость. Здесь большая скорость. Давай, давай. 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 Первые лошадки на нашем пути. Посмотрите нам на счастье. Вот. Давай. Спасибо, лошадки. Хорошая примета, которую только что придумал. Поехали мы Новосибирск и первые пары изо рта. Первая холодрышка, которая у нас на дороге. 700 километров осталось до Красноярска. Как всегда заправляемся на нашем любимом Газпрове. И идем дальше. Кстати, вы всегда спрашивали по топливу. Что по топливу, друзья. По топливу в этот раз особо не говорил. Но могу сказать, что 98-й стоит 42, 95-й 39,80, 95-й 38,90 обычный, 92-й 35,95 и дизель 30,85. Хрен его знает. Последние, наверное, полгода не смотрю на топливо. Что-то вообще не до этого. Напишите, сколько топлива стоит в Москве. Просто тоже интересно. Ну что, мы наконец-то проехали и Кемерово. Сейчас находимся где-то примерно 450-500 километров от Красноярска. остановились вот в какой-то гостинице придорожной. И на самом деле думали, что отъехав от Кемерово, мы остановимся подешевле. Но нет. Здесь цены еще больше. Там было под 3, здесь больше 3. Сейчас покажу вам, какой номер мы сняли за 3 с копеечками. Достаточно. Достаточно. Не так вовремя, потому что легли очень поздно. И что вы думаете? Вчера здесь была полная стоянка машин, сегодня уже никого. Парочку машин. Вот. Все уехали. Одни мы тут остались. Погнали кушать, пацаны. И валим дальше. Остановились в столовой. Ничего не предвещало беды, но соль в этом кафе заставляет меня напречься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, приехали наконец-то до Красноярска. В общей сложности, сколько мы были в пути? Спросим. Пять дней. Пять дней были в пути. 5 тысяч километров. В среднем где-то тысячу в день у нас получалось. Ну, где-то меньше, где-то больше. С учетом того, что мы останавливались на Урале. У Жени. С учетом того, что мы, как бы, ехали, в принципе, на расслабоне, никуда не торопились. В общем, мы в Красноярске. У нас в Красноярске сейчас будут 3 дня на подготовку, ТО. Посмотрим, как делают автомобили марки Arctic Track. Собственно, пресс-конференция будет проходить здесь, в Тойоте-центре. Тойоте-центр Сапад. Вот они, ребята. Куча ли имеется. Это такие ресницы, которые на нас попрошались. Да. Дальше у нас по графику подготовка машины. Обклеим ее символикой канала, нашими партнерами. И в воскресенье, свободный день, сходим в кино, отдохнем. И все, рвем в понедельник после пресс-конференции из цивилизации в Азии. Вот примерно такой план у нас на ближайшее время. Ставьте лайки, комментируйте это видео, делитесь с ним друзьями. И спасибо, что вы смотрите наше видео. До новых встреч. Это был Богдан Балычев, Антон Панов, Влад Паранго и канал про путешествия. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»